Представляете, чем больше, так сказать, эти советы, тем они разнообразнее, тем меньше они могут вам помочь. Поэтому вы не сочиняете, а вот это особо будет. Вот, значит, вы появились в офисе, и вы есть и ты, для них, которые вы могли бы вам помочь. Однако, если вы выберете неправильный тур, и если вы, так сказать, получите это не теми задачами, которые необходимы вашему образованию, то есть, если вы сочиняете оправу, то вы даже не знаете, если вы сочиняете оправу, то у вас жизнь, и как бы все, в оборотах, жизнь его можно выжить, это неправильно, потому что мы не раздаваем жизнь, мы придумываем, она тяну и летает в нашу ловерку. Это придумывание нами жизнь. Она, например, выражает нашу ловерку, а во-вторых, мы похож на реакцию с ловерками, правда? Ну, как вы видите, это не уйдет, но с вопросом, я председал, вас не может расшагать, но тогда вы должны посечь вашу ловерку. Или, ребята, давайте уважать тех, кто просто хочет глупить какой-то манитином. Вот есть люди, которые хотят выложить себя, что-то там написать, это огни люди, а есть люди, которые хотят смотреть фильмы и выносить их не то, что это в родном фильме, у артистов не богатая, а у артистов не богатая. Как вы глупите эти упоминания? Что вы думаете? Первое. Да, первое. Мне любят тебя первое. Допустите. Вот, что лидер, я что-то в углублении, понимаете, делал. Ага, да. Это, кстати, несложные, как бы, не правила, ребята. Не понял звучание правилов. Правила вам помогают. Кино, как бы, но слишком обширный круг жизненных явлений, как бы, включая в себя. Тысячи, тысячи и тысячи разных, совершенно разных историй. Что общего? Вот Роману Джульетов, где геройник, это как Голливудская картина, где отмачал, что-то для него еще ничего. Это, правда, и какие общие идеи у Чехова, если ему нужно. Есть, вы знаете, общие идеи здесь. Наша главная задача превратить все наши идеи в эмоции. Драма работает эмоциями. Она превращает идеи в эмоции. Я повторю, поэтому это очень просто. Наша задача какая-то. Если бы так, какие-то эмоции, то, кстати, и так сделать их в состоянии удивительной. То есть мы обмениваемся эмоциями, мы закладываем эмоции и вызываем эмоции зрителей. Это нормально, грамотно этот гибридж. И самый большой нередко в кино... Нет, я попробую сейчас. Значит, мы не буду останавливаться, а здесь не будут советы. Отдал нашу кино, что он не мог бы вам поддавать. Не можно. Короче говоря, мы работаем эмоции. Понимаете, но эмоции может быть. Процитирую, может быть, они сейчас не будут. Вот что-то, наверное, эмоции может быть. У нас вначале есть неизвестная реализация. Обязательно, вначале он есть. Но мы должны переместить его в область сердца, минуя противосточную остановку в области монтажа. Туда, сюда. Вот это же раз. Если мы позволяем зрителей волноваться, мы будем говорить это же. Это придумали не вверху. Это придумало, так сказать, ни черт, ни шестерк. Они не вследуют этому делу. Это придумали древние клиники за бог знает бог вещества до нашей эры. Это вот в начале травмы. Они поняли, что максимум, которым травма может повлиять на человека, когда они слишком много, а он может повлиять. Это помочь человеку испытать катаксис. Что такое катаксис? Это очищение души через страх и сострадание. И они создавали такие произведения, где еще как-то жуткий страх, а вновременно с этим состраданием героев, которые за тобой волноваться. Вот это может быть. Сказка я, да, простит. Вот. 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 Для зрителя важно, вот он сидит в самом начале, и он должен здесь на цехе считать некий страх и сострадание, но он также важен и для вас, потому что он позволяет вам максимальным образом выносить свои идеи в нашем процессе. По прямой добиться его нереально, получить тогда в каждом сценарии нереально, это герка, вот в этом направлении мы должны двигаться, если мы где-то вот здесь остановимся, но слава богу, мы все равно двигаемся шажками, вот, хоп, 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 хоп. И что будет, если мы не будем думать о зрителе, а будет только сидеть? Он коснет. Что вы делаете? Мы же снимаем. Вон там, где камера, вот там и стоит. Задача работы от зрителей, это днющь, не на, как бы сказать, углажение турного зрителя и протокания принципом Гребуцу Гамя Шогенова. Это составляющая часть нашего творчества. Кино без зрителя, виртуозно, оно невозможно, правда? Когда вы смотрите, оно возникает. Когда вы не смотрите, просто киск порог. И все, и умеет. Никак. Это не картинка, которая просто может висеть на стене. Это не шок совершенно. Поэтому кино возникает тогда, когда есть контакт между вами и зрителем. Но вам надо что-то сказать ему, зрителям. Что-то существенное. И это для того, чтобы зритель и вы соединились, вам нужно создать некое поле эмоционального контакта. Вот вы что-то говорите, а зритель должен воспринимать. Зритель должен волноваться по поводу того, что вы говорите. Да, я говорю, волноваться, а не думать. Кино может быть умным и должно быть умным. Но потом, когда вы уже посмотрели это кино, и вы вспоминаете его, и начали размышлять о нем. Как стихи. Вы читали простые стихи. А потом, думайте, что-то не так много в этом интересно. Какие отсылки к жизни есть в этом сети. В этом танец поэзии Бродского, в этом величие поэзии Кушнина, в этом досколько много фантастических экспертов, досколько женских поэзий, досколько наошмарковых, я не знаю. В кино то же самое, вы знаете. Когда мы смотрим, мы должны просто смотреть и волноваться. И Филинин сказал это очень грубо. Он сказал, зритель, так хрестен, чем он понимает. Просто смотрит и волнуется, а потом уйдет. Главное, что он не смотрел до конца. Деньги и я не знаю, вы знаете. Как вы скажете, в этом неоцинизма. Выставить картину так, чтобы дети были интересны до конца, важная вещь. И для того, чтобы это произошло, вы знаете, из всего, из всей сложности задачи, которые стоят для режиссера восстанализом, я выбираю три, они исчерпывают всего, они базовые, не главные. Но есть еще много всего в нашей профессии, не для этого, и за 20 минут, скажем так. Но все-таки есть самое главное, что вы, во-первых, можете употребить своими помощниками, как то, значит, ориентирующими или нет, и что вы можете, как бы, ну, использовать как критерий. Почему мне понравилась эта картина, а почему нет? Вот бывает, действительно, на картине, и скучаете. И вам, как, плохая картина, о которой вы говорите, так сказать, это самая глупая, это тоже, так сказать, это хорошая картина, которую ты не понимаешь. Ну, это значит, и почему эта картина мне не нравится? Почему 20 минут я слушаю, а потом вдруг заинтересовалась? Что произошло в этой картине? Об этом очень важная, серьезная вещь. История, о которой мы рассказываем, начинается с одной простой вещи. С того, что мы вовлекаем зрителей в наш мир, а мы можем вовлечь его только тогда, когда мы начинаем волноваться за то, что происходит с нашим персонажем. Это вовлечение называется «драматическая ситуация». Вот пока не возникла драматическая ситуация, это все, так сказать, колеса. Таких, как вот книг, тысячи, тысячи, тысячи. Они, так сказать, заполняют бюджетики. Ее писать я совершенно не нужно, абсолютно, так сказать. Он пишет романы, и там все по-другому быстро. На азиодрамы очень важно начать историю с того, чтобы зритель вовлелся. Он может говорить, что только когда с героем происходит драматическая ситуация. Драматическая ситуация – это ситуация, когда внешнее обстоятельство, я хочу сказать, внешнее обстоятельство, сильнее, чем возможности партнер. Что это такое? Вот драматическая ситуация. Внешне, соответственно, дарят на человека, и он не знает, как его ответить на них. И для того, чтобы вы помнили, что эти драматические ситуации окружают вас с рождения на смерти, то эти быстренькие следом упражнения. Вот придумывайте быстрые драматические ситуации для мальчика с чертами. Раз. Для девушки – семи лет. Два. Для девушки – 15 лет. Три. Для женщины – 25 лет. Четыре. Для женщины – сорок лет. Пять. И для бабушки – 70 лет. Шесть. Какая драматические ситуации с этой безусловленной положением? Вот мальчик – потерялся. Вверху тебе непонятно – драматические ситуации? Как вы думаете, да? А девушка тоже потерялась, тоже хорошо. И что еще? Клама пошла. Что? У нее направили единую ей душу, у которой у нее было там живое тело. А для девушки – 15 лет. Что? Великима. Великима, замачивался, да? Великима, замачивался, да? Великима. Великима. А для женщины – 25 лет. Великима. Влюбился, влюбился, живетом, плотно, взрыв. Значит, правда не могу. Обожать, держать, правда? Руки загнорируют. То есть мы сейчас 15 минут на этом деле посидим, и мы будем окружены миллионами. Как ищем драматические ситуации. В каждой жизни каждого человека всегда полна драматическими ситуациями. Но иногда какая-то требует разрешения. И вот когда эта драматическая ситуация требует неведенного разрешения, вот в этот момент интерес к герою вырастает резко наш. И в этот момент он начинает проявлять свой характер, потому что у него появляется необходимый выбор, что сделать и как сделать. И в этот момент он входит в то, что является сутью нашей жизни. Вот. Если персонаж будет подлить через драматическую ситуацию, вы висит, да, будете волноваться за него. Когда вы смотрите тему, вам не надо анализировать его. Оно происходит автоматическое. Вы скучаете, и вы почему-то перестали ходить спать и смотрите неопередно на этого персонажа. В этот момент персонаж попал в драматическую ситуацию. Это работает. Это работает на процесса данного уровня. Это работает на том, что вы, так сказать, если вы начинаете его, так сказать, ну, вы берете локтат на машину, в варианте их переживать не было. Но этот процесс вовлечения в мир фильма, в мир героя, он не такой простой. Мы, или вы, которые пишете сценарий, должны создать этот процесс каким образом. Первое, вы должны заставить нас, зрители, интересоваться вашим персонажам. Я пока хочу попутство. Это объясняет, почему очень ограниченное количество артистов занимает ключевые позиции в бизнесе. Вы всегда будете, есть актеры, которые вы будете симпатизировать. Всегда. Вот так оно несложно. Оно не выглядит прекрасно, уважаемо. Но третий процесс, третий этап. Это эмпатия. Это думающие в религии. Эмпатия. То есть гидридентификация. Эмпатия.